Много есть в Америке того, чему можно поучиться. Солдаты в Америке не строят генералам дачи, не делают голубятни и башенки из головных частей ракет средней дальности, заборы из плит разобранных аэродромов. Полицейские не берут взяток в Америке, в это невозможно поверить. Тупые конкретно. Наши не тупые. У наших была, конечно, одна незадача. На Рублевском шоссе богатенькие живут, а с них невозможно срубить бабки, потому что наличных нет, все с карточками. Наши не тупые. Наши рядом с постом ГАИ поставили банкомат полицейских. В Америке нет пьяных на улице, детовщины в армии нет. В лесах в Америке не накурено. Следующая фраза, не знаю, будет понятна. В городских туалетах не пахнет подъездами. Американские врачи, как и полицейские, да, наверное, тупые, но они не разводят пациентов, они не придумывают, как наши за деньги болезни. Радикулит мочки среднего уха, эпистолярное дрожание эпителия гайморовых полостей, трансвазомоторная киста, астма мочевого пузыря. У них нет этого. У них люди не лечатся самолечением, не занимаются поэтому, потому что медицина порядочно себя ведет. А у нас плакат в Магаданской больнице, вижу. Главные медикаменты – это чистый воздух, холодная вода и топор. Вы можете такое представить, чтобы в Америке это было? Американцы о природе заботятся. Я был в Канаде недавно, там точь-в-точь, как в России, те же деревья, тайга, дубы, березки. Чистота. Вот если в России провести субботник в тайге, будет Канада. А если в Канаде разбросать по полям пуски сенокосилок, гусеницы от трактора забросят на дерево куда-нибудь, колеса от КамАЗа поберега в поле. Россия один к одному. И они действительно... Вот чтобы у нас все это убрать, прибрать, есть один только способ. Чтобы заставить губернаторов прибрать тайгу, прибрать поля, леса, надо, чтобы Путин с Медведевым прошли пешком по России от Владивостока до Москвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!